здравствуйте друзья у нас светлана сейчас зачитает вопрос вопрос был гигантский совершенно и она светлана проделала большую работу по сокращению поэтому что по сокращению нет я просто скажу в двух словах о чем было там три страницы такого убористого текста значит это письмо написал алексей дугин здравствуйте алексей мы все-таки добрались до вашего сообщения алексей пишет о том что его все раздражает вокруг его раздражает как люди относятся к работе его раздражает все люди пьяные что могут не выполнять своих обязательств и это он написал буквально такими словами что это меня бесит все вокруг и с другой стороны ему кажется что жизнь в америке в общем-то неплохая на страна и при всех кажущихся ему оттуда недостатках а он живет московской области ему все-таки кажется что в америке жить хорошо и но он хочет как бы подтверждение с нашей стороны подтверждение чего ну вот 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 что вообще хорошо ли ему вот я сейчас прошу и вот он пишет сможет ли такой человек как я и моя жена она со мной во всем солидарно чувствует себя комфортно в сша и дальше он пишет я не могу не думать о том кем я буду работать в америке сколько примерно я буду получать что он пишет о себе что он повар по образованию да и преподаватель изобразительного искусства в начальных классах пробовал себя во многих сферах деятельности везде достигал определенных успехов последние семь лет работает в автомастерской маляром-жестьянщиком и уже может назвать себя в этом деле профессионалом работа ему нравится она хоть и тяжелая но кормит все его семьи почему жестянщиком так он работает а значит что он пишет дальше по приезду планирую искать работу в штатах по текущему профилю аута боди мэн на какую среднюю зарплату я могу рассчитывать на первых парах жена работает юрист консультом с высшим образованием местном домоуправлении а вообще она мечтает стать криминалистом ну дальше он пишет возможно в будущем попробую себя в каких-то других сферах а может ли получится зарекомендовать себя как маляр и пройти реставрационную и пойти работать реставрационную мастерскую восстанавливать американскую автоклассика это его мечта я думал знаешь там памятники старины не оттуда их тут нету машины восстанавливать а вот поэтому пропустили первую часть будем по ходу дела к ней обращаться в описании к видео мы долго долго перечислялась что он именно не любит да очень не любит поэтому большой список там еще вот не любит меня слова вот то что он ненавидит или весит ну достала человека бывает хорошо зачитали вопрос тогда мы будем ехать мы мы едем сан-франциско навестить бабушку бабушку завести эти год бабушка почему тебя такие большие там телевизоры ну что же друзья тут солнышко немножко на нашу сторону поэтому я камеру на себя направил потом мы ее переведем на хайвей там будут красивые я был очень впечатлен письмом который он написал при всем при том что как бы никакого почтения к пробелам запятым точкам и их местоположению в тексте значит у алексея нету но при этом сам по себе текст настолько поразительно был деталями абсолютно четким изложением мысли и так далее редко такое встречается поэтому я понимаю что человек очень дотошный детальный я понимаю что это человек который хорошо формулирует то есть это определенный как бы характер там присутствует плюс парень молодой ему там года 32 такого плана там судя по письму значит фактически вопрос чем состоит будет ли ему хорошо вот в америке вот таким людям как он хорошо ли в америке конечно ну вот михаил уже так перечислил такие вот его черты да поскольку немножечко смотрим это немножко более глубоко чем на первый взгляд да я тоже считаю что вот с такой обстоятельностью и наверное может быть не быстро алексею понравится наверное в итоге в америке но должна сказать что именно у него могут быть трудно трудности с адаптацией и с неприятием непринятием того что он здесь увидит несмотря на то что он провел большую работу и вроде бы как бы себя к этому подготовил но мы знаем что нельзя путать туризм с иммиграцией да нельзя путать туризм с иммиграцией хотя он продел огромную работу смотрит всех блогеров и уже не первый день и в общем тщательно все изучает и примеряет на себя и тем не менее окажетесь вы здесь я не думаю что у вас будут такие радужные радужные взгляды как вы сейчас имеете а может быть мы не знаем но то есть шанс но наверно пройдет какое-то время вы обустроитесь все будет нормально теперь что мне хотелось бы сказать по поводу вашей жизни там вот меня напрягли слова вашем письме бесит дело в том что мы в свою жизнь притягиваем то что сами видим да то что он вызывает наши сильные эмоции чем больше нас что-то бесит тем больше мы притягиваем и получается что этого вот то что вас бесит вокруг вас очень много если вы скажете себе такую вещь что я работаю на работе она мне нравится на меня устраивает да а вот то что есть вокруг этого всего она есть и есть я к этому никак не отношусь поверьте мне вам станет намного легче жить вы попробуйте это упражнение в общем несложное вот то что есть вокруг меня на меня не очень касается давай давай мы бы не будем сейчас способствовать решению проблем а мы все-таки поговорим про америку вопрос об этом я не могу сказать вот сейчас михаил скажет по поводу вот там работа с машинами то что я не очень в курсе но то что я знаю я знаю что работа повара в америке очень востребована здесь очень много ресторанов и шеф повар в хорошем ресторане хорошем ресторане получает очень большие деньги за сотню тысяч до за сотню тысяч но это не не может произойти сразу естественно это нужно вырасти потихоньку показать что ты что-то такое можешь поэтому если вот на машинах я даже не думаю что вы работая на кого-то можете даже потенциально такие деньги заработать а вот будучи шеф-поваром это по найму скажем если вы будете шеф-поваром там не в хилтоне вот мы знаем парня у меня учился парень который к 30 годам был шеф-поваром хилтоне получал 120 тысяч он там надорвался он во время забастовки таскал котлы там один спину надорвал вот сейчас тестирует получает не меньше но просто время заняло какое-то поэтому я бы вот если мы говорим про профессиональную часть то что вам нравится красить того что может быть по первости да можно и этим заниматься в том смысле что это тоже востребовано там не платят очень много но но жить можно с этого и если вам нравится восстанавливать старые автомобили это со временем со временем вот допустим будете поваром 100 тысяч получать а свободное от этого дела время да загоните себе в гараж купленный там по случаю какой-нибудь утиль раритетный и будете его полгода восстанавливать и глядишь там полки полкиничек на этом деле наварите и удовольствие получите тонкость есть между тем что красить железо и восстанавливать машину то есть восстанавливать машину не все это дело в покраске покраска тоже очень важный элемент но там нужно разбираться и в двигателях и в том что эти вот какие-то запчасти и детали эти все детали нужно покупать отдельно там где-то там на безусловно другой на это немножко другой навык то есть если вам нравится только красить то я не думаю что это очень большие перспективы но если ему нравится именно раритетные тачки то я думаю вам надо вот у натальи квик с ее супругом там пообщаться как нибудь потому что он вот на самом деле зарабатывает на том в частности что он приобретает такие вот старые тачки и дальше их восстанавливает вот но он гонщиком был вот как бы уж такой совсем там в этом деле поэтому безусловно на этом можно хорошо зарабатывать но не исключительно на покраске я бы сказал вообще такую вещь что всякий такой труд который более-менее руками не оплачивается здесь так как облачивается труд инженерный поэтому что тут сказать значит но из поварской работы поначалу мы говорим поначалу дальше он там видно будет но поначалу можно и поварской работой зарабатывать можно и покраской автомобилей зарабатывать хотя я понимаю что я проблема не в том чем зарабатывать а то что у него пока разрешение на работу нет и откуда она возьмется непонятно поэтому правильно было бы сосредоточиться на этом раз на английском языке два но он еще может быть не очень решил куда-то ехать а его как бы вот больше там все раздражает почему-то его тянет в америку он тоже не не знает точно вот его тянет ваш вот оттуда его тянет а сюда его тоже вот притягивает как бы слушал вчера время уже по здесь потусовать то есть если вы себе сделаете правильное настроение такое что начали вас не будет получаться в начале будут трудности и вам будет тяжело переживать силу вашего темперамента но вы это преодолеете со временем да я думаю что все получится как иммиграции нельзя относиться как к обмену жилой площадью понимаете вот у тебя было там две однушки поменяли там хороших поменяли там на трехкомнатную но похуже и в плохом районе это не то же самое потому что однушка у тебя есть однушка и она будет однушка и трешка у тебя есть трешка и есть трешка понимаете а иммиграция ты первый день приехал но скажи первый год и к концу первого года ты сильно ушел от того как ты был концу первого месяца а допустим когда проходит лет 3 4 5 3 4 5 так ну чё же это же совершенно другой мир вы даже себе представить не можете сейчас вот сколько бы вам не рассказывали не показывать что с вами будет через пять лет когда я смотрю на людей которые здесь 20 лет 25 лет вот как мы со светой да это редко чтобы у человека не был я уж не говорю дом а скажем парочку домов там и детям он прикупил и туда и сюда и понимаете иммиграция это долгоиграющая пластинка часто вот люди говорят вот я приеду в америку на что я могу рассчитывать ты можешь рассчитывать что никто тебе не помешает стать тем что ты из себя представляешь это максимум того на что ты можешь рассчитывать ты абсолютно никому не нужен в этой жизни и вопрос только в том нужен ли ты сам себе если ты сам себе нужен приезжай и здесь тебе никто мешать не станет больше того чем больше ты будешь делать хороших дел и чем больше у тебя энтузиазма будет тем больше будет вокруг людей которым ты симпатичен и которые с удовольствием тебе помогут если нужна помощь а если вы приходите и говорите а что мне дадут а что из этого буду на что я могу рассчитывать да ни на что ты не можешь вообще ни на что на себя только можешь рассчитывать поэтому значит здесь нету баш на баш понимаете здесь есть возможно это land of opportunities это не land of welfare понимаете здесь есть welfare да вот не дают людям умереть на улице больше того если ты бедный совсем уж бедный у тебя и медицина бесплатная вот мы мы со светлой тратим на наш медицинский иншуран страховку медицинскую больше чем многие люди зарабатывают понимаете некоторые семьи столько не зарабатывать если уж там победнее но понимаете какая штука на кого мы можем рассчитывать на себя если бы у нас не было возможности заработать на медицинскую страховку мы бы искали возможность устроиться на работу которая дает медицинскую страховку мы бы тогда по-другому строили свою жизнь там и да да поэтому рассчитывать вы можете на себя первое время вам будет трудно если сравнить с тем как вам будет через три четыре пять десять лет может оказаться что в первое время вам будет трудно по отношению того как будет через пять десять лет но на порядок легче чем вам сейчас не исключено вот правда мы когда приехали от отношения 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 дело в том что я я подозреваю так вот по тексту этого письма что алексей он как бы такой консервативный по природе человек основательный он консервативный такой тщательный он понимаете он смотрит вот это было хорошо где сейчас вот такое вот в наше время там может быть я не знаю так ну допустим и он может приехать и вот в силу консерватизма гать а где же вот это а вот мы там он вдруг увидит такие замечательные качества в той жизни в которой который он сейчас там живет и который он сейчас может быть не ценит а чтобы их оценить надо оказаться в таком месте где этого нету ценим то мы хорошо только то чего теряем понимаете а то чего приобретаем кто ценит вот это как и положено же все поэтому что сказать никто не может сказать кому вы миграции будет хорошо а кому будет плохо это правда так можно предполагать можно сказать что вероятность больше тут или там я помню одного паренька на форуме говорим про вес который спал увидел как он приедет в америку он выиграл green card лотерею и он ругал проклинал вообще все что там связано с его жизнью той по он из беларуси был и он спал и видел как он приедет в сиэтл и он уже там познакомился со всеми кто был на форуме из сиэтла его встречали и его ждали и его там я не знаю что и и кончилось очень плачевно то есть он 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 также как он проклинал все это называется несбыточное ожидание завышенное завышенное он себе картинку нарисовал как у него все будет хорошо а потом приехал оба она не соответствует карте с одной стороны с другой стороны он не ценил то что имел понимаешь и вот вот это все вместе так сработало поэтому немножечко смотрите у вас немножко сейчас завышенные ожидания от америки и слишком заниженные представления очень негативные о том месте где вы живете поэтому если вы все это сбалансируете немножечко по уменьшите ожидания от америки немножко возвысите и будете оценивать лучше то что вы имеете да да может быть тогда вам я на последок света заканчиваю это видео расскажу анекдот старые советские 60-х годов я еще маленький был значит а про шпионов много было фильмов книжек вот приезжает за читаю ну разведчик иностранные и ему двумя есть адрес явки значит и там он говорит что я что он должен зайти сказать скажите здесь дают путевку на луну это у него пароль такой а там какой-то отзыв там должен был быть в общем короче он поднимается в подъезд значит там нажимает звонок выходит громадный амбал такой и тот ему так говорит и я извиняюсь где то здесь дают путевку на луну здесь по шее дают а шпион иванов живет этажом выше вот поэтому я хочу сказать скажите а мне понравится в соединенных штатах охрен его знает вот кому нравится тебе нравится да вот а страшно было когда мы ехали ты знаешь что нет не было страшно было ощущение что нормально все будет и но мы без особых ожиданий дело в том что мы-то уезжали у нас не было столько информации про америку просто ехали знаешь все будет хорошо и все но увидите видимо нас настрой был правильный это в какой-то смысле сработало все друзья мы алексею пожелаем успехов я чувствую что он очень хороший парень и и жена у него нет что жена у него такая же как он они во всем согласны они такие одноплановые так далее то есть у него правильная такая вот правильный дизайн семейный там все дела поэтому учите язык вот и учите язык надумаете ехать значит у вас все получится если вы скажете это долгосрочная программа так я не сужу свою успешность по первым трем месяцам шести месяцем даже по первым двум-трем годам не сужу а вот так лет через пять я посмотрю что произошло и скажу себе насколько это было успешно не успешно когда вы со светой приехали у нас тут был приятель он уже лет 10 жил в америке а мы волновались а как а что там к и значит и он сказал ребята сказал он в америке нужно от трех до пяти лет нет вот три года три года нужно чтобы почувствовать себя в языке нормально то есть вы перестали думать о языке английский не английский может уйти до трех лет сказал он и нужно 5-7 лет 5-7 лет чтобы стать тем кем вы можете стать в этой стране вот это ваша программа и все и вперед и не зацикливаетесь на покраске автомобилей на поварском теле может быть вы и на свет скажи вот с такими качествами как он да классный был бы тестер у него программисты плакали когда он в офис заходит понимаешь они бы видели бы они плакать вы начинали они они знали что он сейчас вывернет наружу все понимаешь может быть вы еще в чем-то себя найдете вы же молодые совсем и и женка тоже но от юрист не неважно вы разберетесь не надо программировать что-то такое вот ожидания абсолютно да это это лишнее дайте дайте вещам произойти откройте себя навстречу будущему не спросите если действительно этого хочу тогда вперед да да счастливо